А здрасте! А мы, друзья, продолжаем рубиться на свапе. Сегодня, друзья, довольно-таки много работы, наверное. И для начала, друзья, мы откроем грёбаную администрацию, потому что, как я в прошлой серии говорил, злой сторож у нас её отобрал, заблокировал въезд, падла, поставил какие-то непонятные сюда эти самые преграды, хочет бухать. Но ничего страшного. Давайте-ка откроем борта. Вот так вот. Смотрите-ка, что я ему привёз. Это, друзья, бухлишко. В общем-то, так, давай, аккуратно не разбить. В общем-то, дружище, держи, и ты нам въезд, пожалуйста, открой, потому что, оп, исчез. Этого пацанёнка хватит нам примерно на 36 часов. Да и не примерно, а точно на 36 часов, то есть завтра вечером он опять её закроет. И надо будет привезти ещё самогончика ему. В общем-то, друзья, давайте посмотрим, что мы будем сегодня делать. Для начала, как обычно, наше поле пока что одно-единственное. Скоро, кстати, будет новое поле у нас. Дальше деньги будем собирать на него. Короче, здесь засеян лён. Нужна известь, но... Сами понимаете, техники у нас не было, и ещё лишнее на известь брать мне как-то очень сильно не хотелось, поэтому хрен с ней. Ну, я так подумал, по крайней мере. Сегодня обойдёмся без извести. Точнее, в прошлый раз я обошёлся. Ну, вы поняли. Сейчас техника появится, поэтому мы всё без проблем сможем посыпать. Далее, друзья, полянку, как обычно, нужно будет покосить и травку эту увезти на базу. Тут как обычно всё. По силосному бункеру у нас тоже, в принципе, всё просто. Единственное, сегодня надо будет записать маршрут на вывоз силоса на базу. Если я, конечно, про это не забуду, если у меня хватит времени, потому что через 2 часа типа стрим будет, и мне надо успеть записать эту серию. Соответственно, вывезти отсюда силос и добить обратно траву-сечку. Но это всё делается очень просто и, возможно, даже за кадром. Там маршруты на траву уже есть, а силос надо будет обязательно вывезти. Далее, друзья, посмотрим, как дела у наших лошадок. У них всё прекрасно, у них есть трава, еда, всё хорошо у них. И прокачались они уже на 64%. Довольно-таки скоро мы их продадим и 2 миллиончика это всё примерно нам принесёт. Даже больше. Крутота! Далее, друзья, мы перемещаемся к нефтяным вышкам. Тут закончился биогаз и, по-хорошему, его не помешало бы отвезти. Возможно, это тоже будет за кадром. Это такая непервостепенная задача. Есть 120 кубов нефти у нас. Точнее, в каждой скважине по 120 кубов. Это неплохо. Меня это радует. Нормально. Карьеры, друзья, я, кстати, забил полностью. То есть, я сюда миллион травы отвёз. И биогаз тоже 100 кубов было. Соответственно, у нас теперь есть по 300 кубов гравия и песка. Это хорошо. Он сегодня пойдёт у нас на новое производство. То же самое у нас творится примерно на цементном заводе. Правда, здесь производство идёт намного медленнее. И за последнее время она собиралась 153 куба цемента. Это не так много. Но вроде как цемента требуется меньше, чем песка и гравия для производства бетона. Поэтому вроде как ничего страшного. Биогаз тут есть. Поддоны заканчиваются. Поддоны, скорее всего, надо будет сюда именно закупить. Посмотрим. Ну и, друзья, последнее производство, которое у нас есть, было закуплено одной из самых первых. Это биогаз. Тут, соответственно, есть дохренище силоса. Он перерабатывается. Я его тоже полностью забил. И есть 150 кубов биогаза. Пока что его, в принципе, девать... Ну, не то, чтобы девать некуда. Он нигде не требуется. Единственное, на ЖБИ его надо будет отвезти. И, наверное, прицеп на нефтяные вышки. Ну, а так, в общем-то, пусть делается. Да, кстати, совсем забыл про компост мастер. Тут у нас тоже все хорошо перерабатывается. Есть уже почти 700 кубов отходов. Я думаю, в следующий раз мы их продадим, если будет хорошая цена. Сейчас цена 419. Вроде как до 700 можно ее поднять. И, соответственно, с миллиона будет 700 тысяч. Как по мне, очень неплохо. По 400 продавать, ну, такое себе, сами знаете. Ну и, в конце концов, друзья, приобретаем мы сегодня завод ЖБИ. Завод железобетонных изделий, если быть точным. Производство бетона, бетонных блоков. И бетон и бетонные блоки нам потребуются для строительства всех предприятий, которые нужно строить. Поэтому эта вещь очень нужная. Его здесь немножко переделали. Ввиду того, что Глобал позволяет две цепочки делать и выбирать, что да как. Соответственно, сюда нужен цемент, сюда нужен песок, сюда нужен гравий. Вот сюда вот песок выгружается. А вот сюда вот гравий выгружается. Сюда вроде как нужна вода и поддоны. Надо найти где-нибудь триггер и посмотреть, что надо. Да, вот вода вот здесь принимается, видно. Вот здесь, скорее всего, выгружаются бетонные блоки на триггере. Вот сюда принимаются поддоны. А, мы сейчас не найдем это, потому что он у нас не куплен. Ладно. А вообще, давайте сразу купим. Че уж там. Он стоит, кстати, недорого. 310 тысяч всего покупаем. У нас есть новое предприятие. Ура, ура, ура. Соответственно, здесь есть две цепочки. Производство бетона, производство кирпича. На бетон нужен биогаз, вода, цемент, песок, кровей. На производство кирпича все то же самое, только еще и поддоны. Поддонов у нас нету и придется закупить здесь. Вместимость склада полтора куба. Охрененно. Вот это я люблю. Кстати, да, насчет поддонов. У нас тут, в общем-то, взошли наши, не знаю, распустились наши сосенки, которые мы засеяли пару серий назад. Я надеюсь, что уже довольно-таки скоро мы их попилим нахрен. Потому что, почему бы и нет? У нас вот это вот все добро будет на наши пилорамы. В общем-то, вот такие у нас планы на сегодня. Я думаю, все понятно. Давайте начинать. Ну что ж, друзья, без 5-7 у нас на часах. Поэтому давайте начинать работу. Все как обычно, отправляем. У нас теперь есть нормальная наша техника. Не надо брать в аренду всякие 5-метровые РСМки. Так что давай, дружище класс. Начинаем с тебя. У тебя все как обычно. Стандартный маршрутик по уборке, которым мы все время пользуемся. Так что давай, едь. Я тебя проконтролировал. Даже включил отделение соломы. Льняная соломка у нас дорогая. Поэтому пускай будет. Ну и лен тоже когда-нибудь, куда-нибудь пригодится. Открывается и пошел работать. Честно говоря, 40 кубов урожая это такое себе. Раз извести нету. Не знаю, что мне. А, 40 кубов это чисто седьмого поля. Еще с восьмого должно быть. Тут как-то не показывается объединенного поля. Плюс между ними еще он с восьмого сорок пятьдесят две считает. Короче, около 80 кубов. Около 100 будем считать. Должно получиться. Далее. С тобой, дружище, поедет работать Джесси Бишка. Тут все как обычно. Со стартовой точки давай. Ищу комбайн для работы. И в общем-то ищи. Далее мы переносимся на лужайку, которую будем косить. И знаете, что я подумал? У нас так-то в принципе трава есть, силос есть. И в бункере, и везде сено есть до хрена. Солома до хрена. Поэтому мы это сейчас все покосим и затюкуем. И тюки соответственно эти продадим. Они вот сейчас на сырая цена. Вообще шикарная, высокая. Поэтому, а почему бы и нет. Поэтому давай едь тюкуй. У тебя все должно получиться. Вроде как это косилка. Я кстати не пробовал эту косилку с тюковщиком. Они теоретически должны нормально работать. Сейчас проверим, посмотрим. Да, что-то собирает. Что-то косит. Короче, все это будет сработать. Единственное, надо будет следить за этим делом. Чтобы косилки потом тюки не мешали. И потом надо будет приехать их собрать. Так, вроде как трактор кстати тоже поехал уже разгружать Лексиона. Только что-то рановато он поехал. Там 27%. Да, не так много здесь собирается. Ну раз он в общем-то тронулся, то можно поставить нашу вальтру, которая будет собирать эту солому и тоже возить на базу. У нее тоже все как обычно. Запускаем курс плейчик и он поедет работать и собирать соломку. И все будет у него хорошо. Да, я надеюсь все будет хорошо. Опять-таки проверим. Я обычно люблю вот так вот проверить, чтобы оно все начало работать. Чтобы все чистенько собиралось. И чтобы все было крутота, крутотенюшно. Оп, собирает. Крутота. Отлично. Да, кстати, поле у нас удобрено тоже один раз всего. Потому что я сейлку с удобрялкой взял, а удобрялку потом брать мне не хотелось. Ну и ладно. Не велика проблема. Ну и теперь, друзья, пришла пора поработать нам ручками. Что нам надо сделать? В первую очередь нам нужно запустить завод ЖБИ. И зачем я приехал в магазин, спросите вы. А за поддонами я сюда приехал. Нам надо купить поддонов. На производство кирпича можно впихнуть аж 50 штук. Они туда прекрасно влезут. Но там вроде как их не очень много требуется. И когда-нибудь у нас появятся свои. И дорого их покупать на самом деле. Поэтому мы купим 10. Мы купим 10 и еще 2 для цементного завода. Но стоят они, мать его, по 4,5 косаря. В магазине. Если их закупать прям на производстве. Они будут стоить еще в 2 раза дороже. Но ничего не поделаешь. В общем-то, вот такие вот поддоны. 12 штук надо нам купить. Надеюсь, я правильно посчитал. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Все, вроде правильно. Ну и теперь грузим это все на нашу Татру. Включаем ей автоподборы. И вроде как это все дело должно красивенько сюда залететь. О, правильно посчитал. Какой молодец. Ну и поехали. 10 штук на завод ЖБИ и 2 штуки на цементный завод. А здрасте. А дверь вы нам не хотите открыть? Самому надо, да? Ну и ладно. Так, загоняем тогда вот это все дело сюда. И теперь, друзья, нам надо разгрузить эти самые поддоны. Просто на прицеп. Давайте откроем борт. И 2 штуки отсюда надо куда-нибудь в сторонку отодвинуть. Чтобы не высыпать их случайно в этот самый. Ну вы поняли. На триггер. Давай 1 и давай 2. Вот эти вот 2 мы отвезем на цементный завод. Так что теперь сюда мы залазим. И опять включаем автоподбор. И вот они 10 штучек у нас теперь лежат. Можно, в общем-то, аккуратненько как-нибудь подъехать на триггер. Я не знаю, словит его прямо с прицепа или нет. А можно не мучиться и сделать вот так вот. Вот выгружаем. И сейчас просто мы как-нибудь затолкаем и все. Не, проще руками его запихнуть. А ну-ка, дружище, давай-ка вот так вот. Пошел. Отлично. 20 тысяч литров у нас поддонов есть. Это хорошо. Теперь надо забрать те, которые мы отложили. Хоп. Прыгнули. Отлично. Закрываем борта. А то некрасиво это смотрится. И едем на цементный завод теперь. А здрасте. А это снова я. В общем-то, выгружаем эти самые два поддончика. Только вот я не знаю, куда их. Наверное, лучше вот так вот сделать, подъехать. Или нет. Давайте подъедем аккуратненько. Вот так вот. И, соответственно, на правую сторону можно даже еще ровнее подъехать. Вот так вот. И залетел только один. Ну вот падла, а. Ладно, я тебе все равно запихну. Выкобиливается он тут, а. Но, друзья, здесь-то мы не все еще не закончили. Нам отсюда надо забрать цемент. Для того, чтобы возить цемент, нам нужно купить вот такой вот прицеп. Туда влазит 35 кубов цемента. Но, как вариант, есть этот цемент выгрузить в поддоны. Мы же сюда привозим поддоны, поэтому можно забрать цемент на поддонах. И раз у нас есть такой вот длинный полуприцепчик, то почему бы это и не сделать. Так что давайте максимум создать 6 поддонов. Где они у нас появляются? Хороший вопрос. Где-то должен быть триггер. Вон они появляются. Отличненько, подгоняем давайте татру. Как-то вот так, наверное. Включаем опять-таки автоподбор. Один не залетел, да и бог с ним. И выгружаем по максимуму. Ага, мешаем. Ну и ладно. Значит будем по одному поддону вот так вот, по-быстрому. Сколько залезет, столько и залезет. Все. Но он полностью забит. Ну и здесь два поддона осталось стоять. И бог с ними, пускай стоят. Соответственно 20 поддонов. И мы ведем сразу на этом прицепе 40 кубов. А это кстати больше, чем тем прицепом. Так что вот такой вот я молодец. Вот такая идея мне в голову пришла. В общем-то повезли это все дело на ЖБИ. А здрасте. Я в общем-то приехал, привез вам цемент. И он выгружается вон там он посередине. Отличненько. Давайте-ка проедемся там. Если мы просто на прицеп выгрузим, оно сработает? Оно сработает. Это меня радует. Вот, в общем-то выгружается это все дело. Вот так вот. Крутота. Отлично. Цементик мы сюда выгрузили. Кстати, сколько его сюда всего влазит? Его сюда влазит миллион. Охренеть. Я даже не знаю, кстати, с таким количеством будет ли у нас нормально цементный завод справляться с поставками что ли. Ладно, потом разберемся. Главное запустить. Еще, друзья, пока у нас прицеплен вот этот самый полуприцеп, я предлагаю съездить на нашу полянку, где у нас тюкуются тюки. И немножко их оттуда убрать и хотя бы сложить в одно место. Потому что он уже довольно-таки давно работает. Мог уже по кругу до конца проехаться везде. А я вам скажу, не так уж и много тут этих гребаных тюков-то и есть. Ладно, давайте их в любом случае пособираем. Это у нас 1,3 раунд бейлс, насколько я понимаю. Давайте-ка посмотрим, будут ли они собираться. Да, они собирают. 48 штук сюда влазит. Это, кстати, довольно-таки много после того зелка, на котором мы все время катались. Так что давайте, в общем-то, пособираем их с дороги, чтобы они потом не мешали. И, друзья, выгрузим вот это вот все дело прямо вот здесь. Потом уже буду я их все собирать и все продавать. А сейчас пока пускай будет так. Хорошо. Сейчас надо, в общем-то, привезти водичку и биогаз. Давайте сначала жидкости. Бочки у нас стоят на базе, поэтому поехали забираем бочку для воды. Загружаем ее водой прямо на базе и везем на ЖБИ. Хоп. И водичку мы тоже привезли. Выгружается она хотя бы быстрее, чем заполнялась, потому что я вечно ждал, пока она заполнится в эту гребаную бочку. Да, кстати, в следующей серии у нас появятся новые бочки. И, скорее всего, татру мы тоже заменим. Это так, небольшой спойлер. Наверное, вы уже видели эти бочки на стриме, которые как бы будут через час, но как бы уже прошел до момента этой серии. Ну, а в этой карьере мы их в следующей серии замутим. Так, водичка есть. Давайте-ка мы заглянем. 30% нормально. Воду полностью забить будет не проблема. Но ее, кстати, здесь, по-моему, надо довольно много. То есть расходоваться она будет довольно быстро. Хорошо. Сейчас поступаем точно так же с биогазом. Меняем бочку и едем за биогазом. Такс, друзья. И, в общем-то, биогаз мы тоже привезли. Осталось только песок и гравий. На самом деле, чтобы 500 раз туда не ездить, я хочу туда съездить сразу на двух транспортных средствах. Да, нужен еще песок и гравий. Что у нас наши дидели это самое? Хочу на G-CB еще параллельно. Чтобы два раза туда не ездить. В одно и то же место, на другой конец карты. У нас, кстати, да, мостов сейчас нет. Я же не сказал вам в следующей серии. Следующей. В предыдущей серии. Ну а теперь, друзья, отобрали мосты. Для того, чтобы построить мост, нужен бетон, гравий, песок и брус. Ну и еще, разумеется, эту территорию купить. Как и в 17-й ферме, два моста сейчас у нас здесь отсутствуют. Поэтому, как и раньше, в общем-то, эти дороги пока что закрыты. И их обязательно надо будет построить, потому что они экономят миллион времени. А будут еще на стриме посмотреть, сколько сюда всего надо обязательно. Не забыть про это. Вообще, друзья, я посмотрел, сейчас выводится. Он далеко не скоро. Поэтому у меня есть другая мысль. Мысль заключается в том, что мы купим еще один такой же прицеп красненький, как у нас есть. В исключении того, что он будет с фарклубом, как я уже показывал, в общем-то. Поэтому, да, покупаем мы прицеп. И, разумеется, нам надо купить еще подкатную тележку, чтобы это все дело можно было цепануть. Поэтому, друзья, мы сейчас просто приезжаем к магазину с нашим старым прицепчиком. И цепляем всю эту конструкцию в один автопоезд. Как-то так. Я, в общем-то, друзья, сами знаете, крайне не люблю эту конструкцию. Но ничего не поделаешь. В общем-то, сейчас оно нам надо. Поехали на карьер и заберем оттуда песок и гравий. А меня вот, кстати, друзья, начинают терзать смутные сомнения, что наши татри с двумя полностью груженными прицепами песка и гравий. Они, кстати, очень тяжелые. Если что, не удастся даже подняться в эту сраную горку на карьере. То есть он отсюда тупо не выберется. В общем-то, есть такая вероятность. Ну ладно, сейчас мы это проверим. Это не проблема. Давайте загружаем сначала гравий. Здесь тоже долго грузится. Ну ладно. Да, друзья, грузится. Оно вечность. И это просто, не знаю, почему-то в данном случае раздражает. Хотя вроде как типа реализм, все дела. И может быть это и правильно. Ну что, посмотрим, сдвинется он с места или нет. Но он с места двигается. Ему, конечно, тяжело. Безусловно. Ну давайте попробуем это все дело привезти на наш завод ЖБИ. И самый большой вопрос, поднимется ли все это дело в горку. Потому что ему тяжело. 97,8 тонн. Охренеть. И мы уже застряли. А в общем-то, друзья, и еще раз здрасте. Как-то тяжеловато было доехать сюда на самом деле. Но времени я все равно сэкономил много. Этими объездными путями на два раза ездить ему все равно тяжело было бы. Даже с одним прицепом. Поэтому, в общем-то, все хорошо. Я вроде как правильно поступил. Сейчас надо только лишь разгрузиться. Я, наверное, такой сцепкой не буду больше пользоваться. Давайте-ка мы оставим этот прицеп вот здесь. Подкатную тележку оставим пока вот здесь. Так, соответственно, у нас сейчас загружен гравий. Давайте-ка его выгрузим. Отлично. Гравий выгружен. Теперь этот прицеп тоже надо где-то бросить. Например, вот здесь. И, соответственно, выгрузить песочек. Что-то я немножко переборщил, отодвигая этот прицеп. Так иногда бывает. Не рассчитал силу. Так, песок у нас тоже выгружается. Соответственно, заходим в меню. Производство бетона 8000 литров в час. Производство кирпича 4000 литров в час. Нормально. Очень быстро. Соответственно, завод запущен. Мало ресурсов на нем, но он уже работает. Соответственно, друзья, за кадром я доубираю это поле. Тут сейчас остановилось все это дело, потому что он заехал на тюк. Доубирается вот это вот поле. Я отвезу к сараю. Продавать не буду. Продадим на серии эти самые гребаные тюки. Вот это поле доубираем тоже за кадром. Я доубираю и солому, и потом все это дело засею. И известью надо посыпать и поудобрять. Короче, работы у меня много. Ну и разумеется, друзья, отвезу все ресурсы, которые сюда еще можно отвезти. Забью полностью воду. Отвезу весь биогаз тоже полностью забью. Весь гравий, цемент и песок. То, что у нас есть, я перевезу сюда. Свободное время за кадром. Ну а в следующей серии будет что-нибудь другое. А вы, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Пишите ваши комментарии по поводу нашего развития. Не забывайте про лосики. Вступайте в группу ВКонтакте или присоединяйтесь к нашему серверу в Дискорде. Ссылки на все это дело есть в описании. На этом я, друзья, с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока.